Книга «Открытым оком», том 21, тема «Грех», вопрос 3430. «Мой сын в Чечне многое перенес, и даже будучи в безвыходном положении, дал обед. Теперь он вернулся, а выполнить обещанное не может. Как же быть ему теперь?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Самое лучшее – снова повторить тот путь. Если бы не его обещание, которое он давал, не маджахетам же, лучше бы не давать, а просто принять достойность медь, как это делают мусульмане-шахиды. Конкретно в чем этот обед? Обычно обещают ни жениться, ни пить алкоголь, ни есть мясо. Не мог же он давать обещание обязательно иметь тысячу жен, выпить цистерну пива и расправиться с мясокомбинатом за Великий пост. Обеты нужно давать Богу в том, что содействует спасению души, делая чище, крепче, возвышеннее». Игнатий Тихонович Лапкин. «Бог надзирает за дающими обед. Если обед дан в том, что я выше перечитил, то это все вполне на пользу души и вполне выполнимо. Лучше бы сходил на исповедь к священнику, найдя хорошего пастыря, знающего Питание, и он бы, может быть, разрешил, освободил от обеда. Если обед противен спасению и заменил его на равноценные потрудности исполнения». Число 33. «Если кто даст обед Господу или поклянется клятвою, положив за руку на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». «Держи перед глазами свое бывшее затрудненное положение, чтобы не случилось еще чего хуже. Держать обед в прямое указание закона Божия. Второзаконие 23.21. «Если дашь обед Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Кавычки закрыты. Чтобы дать вам этот ответ, мне пришлось просмотреть 61 место в Библии, ибо столько мест в ней, где говорится об обедах. Простите, 61 место в Библии, ибо столько мест в ней, где говорится об обедах. «Давид не раз попадал в смертельные виражи, и, давая обед Богу, рад был выполнить их, и о том просил самого Бога и Бога, чтобы обеты его были приняты, как благовонная жертва». Салтирь, 66. «Ибо ты, Боже, услышал обеты мои, и дал мне наследие боящейся имени Твоего». Кавычки закрыты. Иногда бывает так, что еще ребенок не родился, а родители уже дают обещание Богу, что если долгожданно дитя родится, то они выполняют все обещанное. С обетами не шутите, иначе будет отнято всем. Притча, 31, 2. «Что сын мой, что сын чтева моего, что сын обетов моих?» 1 Царство, 1, 11. «И дала обет, говоря, Господи, Саваок, если ты презришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Кавычки закрыты. «Есть условия, что нельзя включать в обет». 2 Царозаконие, 23, 18. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога Твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом Твоим». Сирахов, 19, 22. «Ничто да не препятствует тебе исполнит обет благовременно и не откладывая оправдания до смерти». Притча, 20, 25. «Сеть для человека поспешить завать обет и после обета обдумывать». Кавычки закрыты. «Наш Бог есть огонь, поедающий, строго взыскивающий». Экклесиас, 5, 1, 3-5. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Когда даешь обет Богу, то немедленно исполнит его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполни. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою». «И не говорит пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих». Кавычки закрыты. «Насмехаясь над эдолами, пророк Иеремия говорит, что наш Бог именно тем и отличается, что сдавших обет и не исполняющих его взыскивает». Послание Иеремии 1, 34. «Если кто, обещав им обет, не исполнил бы его, не взыщут». Случилось, что один военачальный жаждал победы в своей Чечне и дал обещание. Судии 11, 30, 31. «И дал Иеремия обет Господу и сказал, если ты предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего, навстречу мне будет Господ. И вознесусь я на все сошление». И этим первым оказалась его единственная дочь. На этот вопрос я отвечала уже в первом томе «Открытый мохом», вопрос 347. Вот как видел это событие еврейский поэт Семен Фрук. «Два раза всходила заря золотая над спящей безмолвной землею. Леса и поля пробуждались без стая душистой алмазной росою. Два раза палящим полуденным зноем леса и поля обливались. И дважды прибрежные скалы прибоем холодной водой затоплялись. И дважды свирели пастушек звучали под гул отдаленного стада. Вечерние звездочки кротко мерцали, и веяла ночи прохлада. А в мрачных полях араера кипела, все та же борьба роковая. Как львы разъяренные, буйные, смело стремились войска и ифая. И тихо склонившись, он шепчет молитву. «Господь мой, твердыня святая, иди предо мною, веди меня в битву, отвагой мой дух укрепляя. Мой меч закалил ты под молнией сгучей. Мой щит оковал ты грозою. От вражьего взора скрывай меня тучей, и рухнет мой враг пред тобою. Звездой незакатной победа мне светит. Внемли же мне, владыка вселенной. Пусть то, что нас первым народ не встретит, зайдет на алтарь твой священный, и пусть в заповедном дыму всесожжений, к надзвездному трону взлетая, раба твоего вознесутся моления. Господь мой, твердыня святая. Бог шел с Ифаем, грозою дышали его боевые знамена. Два дня перед силой могучей стояли и рухнули рати Омона. Их трупы на мрачных полях громоздятся, вожги их поникли в печали. Их башни разбиты, из тела дымятся, посады пустынью стали. Погасла заря, на кровавое поле спускается ночь голубая, и с пляской и пением пирует на воле победная рать Иефая. Под пышным шатром на коврах разноцветных израильский вождь отдыхает. На светном челе и во взорах приветных сознание победы сияет. Изгнанник забытый предробкой толпою, подъемлет он посох державный, из кругу полководцев спокойной толпою. Он шествует гордый и славный, окончена битва, когда загорится заря над уснувшей землею. Забыть и к пределам родным возвратиться, он с ратью своей боевою. Под сенью родной спит дочь Иефая, прекрасные очи закрыты, спокойно колышется грудь молодая, и пышут румянцы бланиты. В тенисном саду по кустам благовонным поют соловьи пред зарею. Из темного стойла к полянам зеленым верблюдицы шли чередою, за ними оттары с веселым влиянием дорожную пыль подымая. Лучистою радостью, гордым сознанием заискрился взор Иефая. Снимите шатры и в дорогу. Туманом клубятся с поляны степные, верблюды и кони идут караваном, с добычей в пределы родные, и шумно в раздолье сень, внеющей степи течет, боевая дружина. Звенят и сверкают запястья и цепи на смуглой груди ведуина. Кимпаны и трубы гремят над полями, и взрывы веселого смеха. Гремучими гулкими льются, волнами будя отдаленное эхо. Пред шумной дружиной и пестрой толпою блестящих вельмож окруженый на белом коне золотою уздою виднеется вошь непреклонный. Кипучим весельем кипят его очи, и щеки румяные ордеют. В таинственном мраке бледнеющей ночи уж коры родные чернеют. Живее, кричит он, живее, родные, гремите раскатные хоры. Привет вам, луга и поля золотые, привет вам, ливанские горы. Туман поднялся над землей пробужденной, полнеба залит озарею. Чьи крики несутся из рущи зеленых, чьи песни звучат над горою. Зачем побледнел победитель, о горе, то дочь его, дочь дорогая, к нему она первая вышла в просторе. Звучит ее песня живая. К отцу, простирает она свои руки, за гриву коня ухватилась, и кликом отчаяния, отчаяния, ужаса, муки, широкая степь огласилась. Обратно, дитя мое, Боже, ужели ей жертвой быть? Замолчите. Разбейте тимпаны, разбейте свирели, рыдайте по прахе, попите. Я дочь свою, дочь я веду на заклание, невинную кровь проливая. За вашу победу я отдал обещание. О, дочь моя, дочь дорогая! Он пал к ней на грудь и с безумной тоскою целует ее и рыдает. Но тихо его отстраняя рукою, отцу она так отвечает, отец мой, зачем ты не дал мне спокойно пропеть себе ныне по праву ту песню, которой величают достойно героя бессмертную славу? Хвала тебе, слава, отец мой, отец мой, высоко и ярко горит над тобою, святой благодати всезрящие око, хвала тебе, слава герою, примите тимпаны, сферели, кеноны, кеноры, шумите леса и дубравы, склонитесь главами. Ливанские горы пред мужем победы и славы, пролейте с кедро на холодные воды живительной свежей влагой на грудь ротоборца народной свободы, на меч закаленный отпагой. Да будут вовеки кипеть песнопения и громко от края до края, да славят грядущих веков с поколением, спитые дела и фая, так пела она. И в тимпан ударяя по другие, вторили хором, и звонко катилась их песня, живая над мрачным, пустынным простором. И снова к отцу она речь обратила, с восторгом глаза ее блещут, кипучая радость и юная сила в устах ее свежих трепещут. Отец, я одна у тебя, но одна ли? Я дочь у народа родного, уста твои в жертву меня обещали. Да будет, Отец! Я готова. Умру не рабыней, но гордой, свободной. Я жизни своей не жалею, но жизнь моя значит. Что жизнь моя значит пред долей народной? Что смерть моя значит пред нею? Отец мой, ты всех ли приводишь обратно? Кого уводил ты с собою? Одна ли погублена жизнь безвозвратно, горячей, жестокой борьбою? Один ли отец будет плакать о сыне, и мать ли одна возрыдает? Там сотни лежат на кровавой долине, их звери степные терзают, по темным оврагам, по дернам колючим, разносят их трупы немые. И в них ведь глаженцу порывом кипучим пылали сердца молодые. Спокойно, беспечно они устремляли свой взор на грядущие годы. Их тысячи бились, и сотни их пали в защиту народной свободы. Тогда и же, отец, умереть мне свободной, я жизни своей не жалею. Что жизнь моя значит пред долей народной, что смерть моя значит пред нею? Гремите же бубны, тимпаны, киноры, шумите леса и дубравы, склоните вершины, ливанские горы, пред мужем победы и славы. Да будут по веки звучать песнопения, и громко от края до края, далеких грядущих времен поколения, да славят дела Иефая. Два месяца с тоном и песнем печальным дубравые горы внимали, то дочь Иефая с приветом прощальным и с нею подруги блуждали по рощам, долинам и пажатям Това. И дочка Иефая уявилась, и кротко сказала, «Отец!» «Я готова!» Алтарь задымился. Свершилось. Фрук-эс.